друзья мы с вами прибыли на привольнянский плацдарм это стратегическая высота в освобождению той всей местности тут об этом наверное написано честно впервые здесь вот впервые никогда не был на привольнянском плацдарме этом плацдарме в мае-августе 43 года стояли насмерть воины 59 гвардейской краматорской суворово дивизий здесь бились и гибли люди стояли насмерть и тут реально стратегическая высота вся местность вот она как на ладони туда солнышко светит конечно плохо видно отсюда открывается обалденный вид нарубежная казалось вот он рукой подать петцовская труба туда чтоб рукой подать нам надо еще путь преодолеть ты какой круга дать траву было бы рядышком ну и сама вот это вот место классно выполнено посмотрите вы только посмотрите на это а и На ютубе есть ролики об этом плацдарме. Я рекомендую посмотреть, как это сооружение планировалось и строилось. В описании вы найдете ссылку на ролик из слайдов. Также ТРК «Акцент» сняли фильм с названием «Битва за Лисичанск-Привольнянский плацдарм». Посмотрите обязательно. По информации из открытых источников, в городе Приволье есть небольшое место, созданное для тех, кто помнит и чтит память о погибших солдатах Великой Отечественной войны. Место, о котором мало кому известно, но масштабы его величества большие. Историки называют эту местность вторым Сталинградом. Сейчас оно несет название «Привольнянский плацдарм». Сам город Приволье расположен на правом берегу реки Северский Донецк, в 15 километрах от Лисичанска. Памятник был построен у подножья террикона шахты имени Артема. Местные жители называют его «Горой Артема», где, поднявшись на гору, можно увидеть порезанную землю от остатков окопов, землянок, место разрывов снарядов и мин. Здесь открывается неповторимая панорама на мемориал, который со спутника напоминает нам орден звезды и на игру красок, пейзажей вокруг памятника. В годы Великой Отечественной войны в городе Приволье велись ожесточенные бои, служившие последующим толчком к освобождению Донбасса. Город был дважды оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Почти 400 дней и ночей продолжалась оккупация небольшого городка, который все это время был в предфронтовой полосе. Особенно кровопролитными были бои на Привольнянском плацдарме с мая по сентябрь 43-го года. Место для захвата плацдарма выбрали не случайно, оно было удобным для высадки. Правый берег реки везде высокий и порезанный оврагами, что создает для наступающих солдат большие трудности. Здесь же он достаточно пологий. В честь 65-летия победы над фашистскими захватчиками был создан памятник Мемориал, который станет достойным напоминанием о тех безымянных солдатах, отдавших жизнь на этом месте ради нашего светлого будущего. Как бы далеко не ушло время, какие бы изменения не произошли, их подвиг никогда не померкнет, будет жить вечно. Сделанное в виде звезды это место памяти о тех людях, которые пережили тут последние страшные дни, стояли насмерть за нашу с вами свободу и мирную жизнь. Какое-то аж угнетение чувствуется. Ну что, программа минимум выполнена. Место для отдыха посещено. Сами опробовали, вам показали. На плацдарм заехали. Хотелось сюда попасть, мы попали. Почему-то именно в этом месте отсоединился гугл-помощник, ассистент полностью пропал. Перешел на английский язык. Отсоединился квадрокоптер от пульта. Не знаю, может тут какая-то энергетика, может, может, много чего может. Солнце садится. Наверное, находясь здесь, классно наблюдать его закат. С удовольствием приезжал сюда почаще. Надо это ввести в практику вообще. Собираемся, едем домой. Ну все, друзья. Вы не забывайте подписаться на канал, нажать на лайк, нажать на колокольчик, на все, что там необходимо нажать. Нажимайте. Всего вам доброго. До следующих наших встреч. Пока-пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова